Всем привет! Вы на канале Ле Манчелло, канале про алкогольные напитки и не только. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим про бренди. Это бренди Торос. Торос – это бренди испанского происхождения премиум класса. Нескушенные любители спиртного часто путают его с французским коньяком, но это совсем разные напитки. Бренд давно на рынке и сумел войти в число мировых лидеров благодаря разумному сочетанию старинных рецептов с новейшими технологиями производства. Предприятие, которое позже покорит европейский рынок алкогольной продукции, было основано в Каталонии в 1870 году братьями Хайме и Мигелем Торосами. Но считается, что их семья владела винодельческим бизнесом еще с 18 века. Семья Торос, согласно сохранившимся документам, начала заниматься виноделием еще в 1559 году. Однако, лишь в 1870 году в городе Вильяфранко дель Пенедес было основано предприятие Торос. Это стало возможным благодаря предпринимательскому духу Хайме Тороса, который заработал стартовый капитал на Кубе и по возвращении в Пенедес концентрировался на развитии винодельческой компании вместе со своим братом Мигелем. При создании предприятия особое внимание братья Торос уделили возможности экспорта вина, и вскоре бизнес начал расширяться. Хуан Торос, представитель второго поколения, начал производить выдержанный бренди из лучших белых вин региона Пенедес. Для изготовления бренди он дистиллировал белое вино и выдерживал его в дубовых бочках. Его труды увенчались успехом, и созданные им бренди стали воспринимать как синоним качества. Дата рождения знаменитого бренди считается 1929 год. Именно тогда мастерам предприятия наконец-то удалось разработать свой лучший рецепт крепкого спиртного с мягким вкусом. Бренди быстро прижился на местном рынке, а в 50-е годы стал продаваться и в другие страны. У компании были трудные времена, но ей удалось пережить и мировые экономические кризисы, и разрушения после войн. Представитель четвертого поколения династии Торос Мигель стал знаковой фигурой в мире виноделия и внес особый клад в развитие семейного бизнеса. Под его руководством были модернизированы технологии, и началась работа с французскими сортами винограда. А в 1970 году на свет появилось масло плана. Вино из французского сорта, которое созрело в Испании и разлито в бургундские бутылки, оказалось настолько самобытным и непохожим на прочие, что мгновенно завоевало великолепную репутацию. На сегодняшний день бренд Торос владеет собственными виноградниками не только в Испании, но даже в Калифорнии и Чили, выбирая для угодья лучшие терруары. Компания выпускает не только одноименные бренди Торос, а еще и внушительную линейку разных сортов вин. Винодельня расположена в местечке Вилла Франко Дель Пенедес, это недалеко от Барселоны. Предприятие занимает общую площадь более 2000 гектар. 15% мощностей работает от энергии солнечных батарей. Вообще здание фабрики огружено виноградниками, а сбор сырья частично механизирован, но в основном проводится вручную. Основой для будущего бренди служат только белые сорта винограда. Дистилляция проходит в медных перегонных кубах. Вообще производство основано на методе солера. Мы уже как-то о нем говорили, это когда выдержка проходит в бочках, которые устанавливаются ярусами. Самый старый спирт находится в нижнем ряду. Наверх пирамиды помещают емкости с дистиллятом, которые получили сразу после перегонки. Три раза в год нижние емкости частично упустошают, а на освободившееся место заливают молодые спирты. Так система позволяет получить особенный вкус и аромат напитка. Ассортимент у бренди Торрес небольшой, но он заслуживает отдельного внимания. А начнем мы с Торрес 5. Крепость у него 38 градусов. Это самый молодой бренди в линейке с выдержкой не менее 5 лет. Методом солера. Напиток цвета топаза с красноватыми отблесками. В аромате смешиваются запахи дуба и сухофруктов. Вкус гладкий и насыщенный. С древесными оттенками в начале и нотками ванили и корицы на финише. Торрес 10. Крепость 38. Это знаменитый продукт компании, который остается в числе самых продаваемых видов бренди с 1946 года. Выдержка в течение 10 лет в дубовых бочках насыщает аромат напитка оттенками специй и древесины. Выдерживается методом солера. Торрес 15. У него крепость 40 градусов. Напиток с возрастом 15 лет был выпущен в честь Мигеля Торреса, которому удалось восстановить винодельню после разрушения во время гражданской войны. В ароматическом букете запах кедра смешивается с легкими дымными тонами. Во вкусе присутствуют специи, вяленые фрукты и нотки обожженного дерева. Выдерживаются по методу солера. Торрес 20. Крепость 40 градусов. Дегустаторы отбирают лучшие партии ароматных спиртов, которые получают методом двойной дистилляции из виноградного сорта парильяда. Затем бренди помещают в бочки из лимузенского дуба и выдерживают на протяжении 20 лет. Напиток получается благородного янтарного цвета с орехово-фрутовым ароматом. В богатом, чуть маслянистом вкусе преобладают оттенки пряностей, а именно ванили, корицы и мускатного ореха. Торрес Хайми 1. Крепость 38 градусов. Рецептура создана, чтобы увековечить имя Хайми Торреса, одного из создателей бренда. Напитки разливаются в дизайнерские бутылки, как будто бы закручены в спирали. В купаже редкие старые спирты, что дарит бренде особенно бархатистый вкус, с оттенками дуба, орехов и пряностей. В аромате ощущаются нюансы кокоса, сухофруктов и специй. По отношению ко всей линейке, цена у Хайми 1 очень даже высока, это 10 000 рублей за 0,7. Мы рассмотрели классическую линейку бренде, а также особняком стоит Торрес Спайсет, крепостью 35 градусов. Для изготовления напитка используются классические сорта винограда и спирты выдерживаются в дубе, но только в состав дополнительно вводится корица. Ее оттенки ярко прослеживаются во вкусе и аромате напитка. А еще есть Торрес Дабл Баррел. Это новинка, спирты для его купажа выдерживаются в разных бочках. Это позитивно отражается на вкусе и аромате напитка. Алкоголь получается мягкий, с букетом ванили, табака, винограда и сухофруктов. Крепость у Торрес Дабл Баррел – 38 градусов. Еще один Торрес Десятка, но только Смоук Баррел. Это первый в мире дымный бренди. Выдержка в бочках двух разных типов определяет характер и вкус бренди. Двойная выдержка превращает его в неповторимый сбалансированный напиток. Изначально выдержка проходит в бочках из-под американского дуба по традиционному методу солера. Эти старые бочки делают вкус бренди округлым, теплым и безошибочно узнаваемым. А для дальнейшей выдержки бренди переливают в обугленные бочки из американского дуба, что усложняет вкус напитка, придавая ему яркие дымные тона. Бренди Торрес Пятерка создан из таких испанских сортов винограда, как Парельяда, Макабео и Чарелла. Выдержка производится в традиционном стиле солера в бочках из американского дуба. Сегодня у нас на дегустации именно Пятерка. Думаю, Десятку куплю попозже и тогда уже сравню эти два бренди. Налить данный напиток будет немножко сложновато, потому что наливают его под определенным специальным каким-то выверенным углом. Но у меня получилось. Цвет данного бренди как у хорошего коньяка, такого темного топаза. Глубокий и насыщенный аромат бренди выражен тонами грецкого ореха и сухофруктов. Вкус напитка яркий и желковистый, с теплыми тонами ванили и немного корицы в послевкусии. Есть такие напитки, которые прям в кайф выпить в чистом виде. Данный бренди относится к ним. Несмотря на то, что спирты у него молодые и горло чуть-чуть обжигает, мне в принципе пошло. А для любителей помешать что-то с чем-то, предлагаю просто добавить в бокал льда и залить это сверху козой или доктором пеппером. Думаю, что когда я куплю десятку и сравню этих два напитка, впечатления, скорее всего, будут уже другие. Но это будет потом. Дегустируйте, пробуйте. С вами был канал Неманчелло. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok